Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как можно оставить правки в файле PDF. Удобнее правки проводить в PDF, особенно у сложных файлов, которые требуют указания большого количества коррекций. Я покажу вам, как можно вносить отметки о том, что нужно сделать правку в том или ином месте в файле, на примере файлов, взятых из магазина Litres. Это просто книги. Давайте откроем, допустим, этот файл. Представим себе, что мы получили этот файл от дизайнера, и здесь нужно пометить, что именно нужно изменить. Я открываю файл двойным щелчком мыши. Мы посмотрели файл поближе. Мы увидели, что нам не очень нравится вот этот значок. И нам нужно показать дизайнеру, что вот этот значок нужно заменить на другой, допустим. То есть нам нужно оставить комментарий для дизайнера. В левом верхнем углу экрана вы видите вкладочку «Инструменты». Если по ней щелкнуть, мы видим, что здесь есть много, очень много разных инструментов. Нам нужен только один – «Добавить комментарий». Открывается панель «Добавление комментариев». Здесь также есть много инструментов. Мы будем пользоваться только двумя. Это текстовый маркер. Иногда мы будем его использовать, но в принципе он не обязателен. Можно обойтись полностью без него. И главное, что нас интересует, это кнопочка «Добавление комментариев» или, как она здесь называется, «Добавить записку». Щелкаем по кнопке. Она становится активной. Вот в этой области мы видим, что она стала активной. Мы ее выбрали. И курсор поменялся на такое же изображение, как вот этот символ «Добавление комментариев». Щелкаем прямо по значку, который мы хотим прокомментировать. Открывается дополнительное окошко, куда мы можем написать все то, что мы хотим сказать по поводу этого значка. Допустим, я хочу сказать, что этот значок нужно заменить на другой. Здесь правильнее указать, на что именно его нужно заменить. Иначе дизайнер просто потеряется в догадках, или у вас возникнет новая лишняя переписка. То есть, допустим, заменить на «Значок о вложении к письму». Не забудьте добавить этот файл со значком в ваше письмо, в котором вы будете отправлять коррекции к этому файлу. Допустим, также нам нужно исправить вот эту надпись «Федор Достоевский». Мы хотим, чтобы дизайнер сделал ее поменьше. То же самое. Щелкаем по значку. Добавление комментариев. Щелкаем по месту рядом с тем местом, которое мы хотим изменить. И пишем. Сделать надпись. И желательно предельно конкретно. Если мы напишем «меньше», то «на сколько меньше?» То есть здесь очень много вариаций. Сделать надпись так, чтобы она занимала треть пространства. Сделать надпись на одну треть от ширины листа. Такой комментарий дизайнер очень быстро сможет внести такую правку. Дальше. Смотрим файл. Допустим, мы хотим, чтобы текст был не черно-белый, а где-то появлялся цвет. И допустим, мы хотим название внести и сделать коричневым цветом. Как у нас заголовок. Предыдущий экран, вот на этом экране, это была картинка. И здесь мы маркером ничего выделить не можем. То есть если выбрать инструмент «маркер», мы здесь ничего выбрать не можем. Это просто картинка. На следующем экране у нас текст. Это не картинка, а текст, который мы можем выделять, как если бы мы работали в Word. Я отменю это выделение. Допустим, мы хотим аннотацию сделать коричневым цветом, как название книги. То же самое выделили маркером. Затем ставим комментарий и пишем указание дизайнеру. Сделать коричневым. Совершенно четкий комментарий, в котором невозможно ошибиться. Допустим, нам нужно сделать еще вот это наименование тоже коричневым. То же самое выделяем маркером и пишем. Сделать коричневым, как заголовок. Вот таким образом можно добавить все нужные комментарии по тексту. Все, что вам не нравится. Если это картинки, что часто бывает, или фон, или подложка. Допустим, в картинке какие-то вы заметили огрехи. Вот мне не нравится эта точка. Я пишу. Прямо пятно. Понятно, какое пятно убрать. То есть, ясно, что можно чуть-чуть подвинуть этот комментарий. То есть, да, вы можете двигать комментарии. В общем, любые комментарии, которые вы хотите оставить, вы выбираете значок комментирования, инструмент комментирования. Вы ставите в то место, которое вы хотите поменять. И пишите, что вы хотите поменять. Допустим, преступление наказания, изменить цвет. Но темно-сирый. Вот таким образом. Когда вы прокомментировали все правки, которые вам нужны, вы сохраняете файл. Либо файл «Сохранить как?», либо просто закрываете окошко, и вам Adobe Acrobat Reader предложат сохранить файл. Но прежде чем сохранить, лучше поменять название. Желательно не полностью, а просто к названию добавить что-то типа Core Коррекция или что-то такое. Сохраняем файл. Теперь мы видим, что у нас появился новый файл с отметками о том, что нужно скорректировать. Этот файл нужно отправить дизайнеру. И когда он его откроет, он увидит следующее. Сейчас вам покажу, что увидит дизайнер. Дизайнер видит сразу пометки в каких-то местах своего файла, своего макета, и видит и может прочитать, что в них написано. Таким образом вы можете ускорить работу по внесению коррекции в макет. Кроме того, дизайнер вам может написать какие-то комментарии. То есть ответить. Прямо здесь в макете. Вы можете обсудить с дизайнером, какие правки стоит вносить, какие не стоит вносить. То есть посоветоваться, имея макет перед собой. Это очень удобно. Спасибо за внимание. Я вам желаю быстрых коррекций, минимальных коррекций и очень хороших макетов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.